Прошла проверка качества работ на улице Заринская в Барнауле. В комиссии присоединились и подписчики Барнаул-22 и задали свои вопросы о ремонте дорог в Барнауле и Алтайском крае. Улица Заринская – один из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь уже уложили асфальт и обустроили тротуар для пешеходов. Качество работы проверяет комиссия. Из Министерства транспорта, представителей Общероссийского народного фронта, городской администрации и подрядчиков. Главные недочеты – нет укреплений проезжей части, пешеходные переходы сделаны не по ГОСТу. Есть и другая проблема – лужи. Сейчас лужа будет стоять, если по кромке будут ехать, основание ослабнет, асфальт просядет. Хорошо, что возможно, это крепить обочину, подсыпать сколу. Я не знаю, можно подсыпать сколу. Зачем сколу? Обычный. Можно щебнем подсыпать. Щебень денег стоит. В проверке дорог во второй раз приняли участие и подписчики городского паблика «Барнаул-22». Во время рейда они задали вопросы, которые волновали больше всего. Например, скопление воды на улице Попова, светофоры в новых кварталах города. Рано утром они работают с перебоями. Касались вопросы не только Барнаула, но и всего Алтайского края. Например, когда отремонтируют дороги в Камне-Наби. Проблема есть, она много лет не решалась, она такая застаревшая проблема. Там вопрос же стоит не только, допустим, в дорогах, в самом Камне-Наби, но он стоял в дороге, которая идет у нас от Барнаула до Камня-Наби. Ее в протяжении последних четырех лет постепенно делают. 8 миллионов, они выполнили 22 улицы ямочного ремонта, уже заканчивают они, я думаю, на следующей неделе. И 19-го числа они заключили контракт на самую центральную у них улицу, разбитую, это улицу Пушкина. Там к работам приступили со вчерашнего дня. Обратилась к комиссии и жительнице дома на Заринской улице, где проходила проверка. Ее дом находится в низине, и туда стекаются все ливневые воды. Пройти иногда невозможно. У нас по колено вот тут. Идем, вот посмотрите, вот начинается марьера, и там такие сильно плохие, плохо, прямо ухабы. Идешь и запинаешься. Я вот инвалид второй группы, и что хочу сказать, два раза делали операцию на глазу. Как вы думаете, идти по таким дорогам? Комиссия обещала проверить, находится ли этот участок в планах на ремонт. Если нет, его внесут в реестр. Также отметили, что главное здесь инициатива жителей. Обратная связь необходима. В конце встречи Александр Зиметьев отметил, проводить рейды вместе с жителями – хорошее начинание. Может быть, это станет традицией. Анастасия Романова, Ярослав Улымов, Сергей Седых. Новости.